Здравствуйте! Лето закончилось, как и рабочая неделя, а значит, пора подвести ее итоги. Поговорим в этот раз о визитах на Сахалин федеральных политиков в борьбе с браконьерами и теми, кто прикрывается этой самой борьбой. Еще обсудим стартовавший учебный год с точки зрения семейного бюджета, а заодно представим вам нашу новую рубрику. В общем, давайте, как всегда, обо всем по порядку. С вами Данил Паршуков, мы начинаем. Это наша общая история, которую в один момент какой-то дядя, значит, за океаном решил у нас забыть. Ключевые вопросы Андрей Турчак пообщался с сахалинской молодежью о патриотизме. Что здесь забыл? Приехал на работу. На работу? Кем работаешь? Охранник. Реки на контроль на Сахалине провели рейды по браконьерам и нелегальным охранникам водоемов. Я решила, ну, раз линейка будет, то решила надеть вот платье. Первый раз в магазин. К началу учебного года разбираемся, почему собрать мальчика в школу иногда дороже, чем девочку. Минувшая неделя была богатой на события. Давайте познакомимся с самыми важными. Вашему вниманию традиционный дайджест. Коротко о том, что происходило на Сахалине и Курилах. Не будем затягивать и перейдем к новостям. В Курильске возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Его подозревают в изнасиловании и попытке убийства. Жертвой оказалась несовершеннолетняя девочка. Подозреваемый в преступлении задержан. В данный момент правоохранительные органы выясняют подробности инцидента. Что же до самого пострадавшего ребенка девочку оперативно доставили в медучреждение Южно-Сахалинска. Ее жизни сейчас ничего не угрожает. Между Южно-Сахалинском и Шахтерском необходимо как можно скорее ввести дополнительный авиарейс. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко. В начале августа пожелания озвучили жители Углегорского района. На профильное министерство несколько затянуло решение вопроса. На совещании в правительстве глава области потребовал организовать еще один рейс уже в эти выходные. Сейчас авиарейсы между Южно-Сахалинском и Шахтерском выполняют 7 раз в неделю с понедельника по пятницу. Начиная с этих выходных вводит еще один плановый перелет. Птицефабрика «Островная» реализует крупный инвестиционный проект по модернизации предприятия. Нововведения внедряют в цеху переработки птицы, на бройлерном производстве и в других подразделениях. До конца года запустят три новых птичника и два инкубатора, в том числе для курни и сушек. Ранее птенцов завозили воздушным транспортом. Теперь достаточно будет доставить на птицефабрику яйца для выращивания. Также к концу года заработает собственный комбикормовый завод. Новое производство позволит уйти от завоза с материка. Новые точки роста открыли сразу в трех школах Корсакова, а также в Ногликах. Современные площадки оснащены по последнему слову. На их базе дети смогут получать дополнительное образование. Школы приняли новое оборудование. Учащиеся используют цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и информатике. Торжественно открыли площадки в рамках национального проекта образования. В 13 районах Сахалинской области уже в этом году планируют внедрить такие центры, рассчитанные более чем на 5,5 тысяч юных островитян. На этой неделе Сахалинскую область посетил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он побывал на ряде объектов в областном центре. Московский гость проверил, как идет газификация в островном регионе и отведал овощей с сахалинских грядок. А еще делегация побывала в гостях у гимназистов и пообщалась с представителями молодежных патриотических организаций. Также Андрей Турчак поинтересовался, как Сахалин помогает Донецкому шахтерскую подробности в итоговом материале Евгения Конькова. Геннадий Кистенов вместе с супругой живет в Октябрьском более 15 лет. Несколько дней назад их дом подключили к газу, и сахалинцы уже оценили его преимущество в сравнении с углем. У 25-го подключили, проверил. Отопление есть, плита есть, все есть. В этом году газ на Сахалине получат более 2,5 тысяч частных домов. Компенсировать расходы на подключение островитяне смогут почти сразу. Сейчас власти работают над упрощением механизма. Безусловно, это и экология в первую очередь для города, и, конечно же, значительная экономия для тех, кто живет в частном доме, потому что отапливать дом, нагревать воду гораздо дешевле газом, нежели чем углем, либо, соответственно, керосином или солярой. Андрей Турчак и Валерий Лимаренко ознакомились с подсобным хозяйством супругов и отведали домашних огурцов с грядки. Здоровья вам! Давайте, что-то удобно? Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Здоровья вам. Андрей Турчак и Валерий Лимаренко встретились с волонтерами-врачами, которые вернулись из ДНР. Врачи, офтальмолог, невролог, онколог и кардиолог работали в амбулаториях республики. Ежедневно принимали до 60 человек. Обследовали, назначали лечение. А еще сахалинцы ввели в работу первый «Умный ФАП», который позволяет повысить доступной медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Еще два таких учреждения планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Также сейчас там будут внедрять единую информационную систему. Это система, которая позволяет врачу, неважно где бы он находился, который подключен к единой системе региональной, получить информацию о пациенте, его анализу, анамнезу и всем медицинским показателям. Другие волонтеры из числа сахалинских педагогов оказали республиканским коллегам поддержку в восстановлении учебного процесса по российским стандартам. Посетив школы и детские сады, специалисты обозначили пошаговый план внедрения необходимых изменений. Также в этом году в Донецкий Шахтерск отправят партию медоборудования. Какое медицинское оборудование мы поможем приобрести в этом году? Ориентировочно. Понятно, что не весь список. Значит, ориентировочно оборудование пойдет у нас легкое. Это электрокардиографы, аппараты ультразвуковой диагностики и аппараты функциональной диагностики. То есть то, что нужно в первую очередь. Следующая встреча с активистами молодежных патриотических организаций. И речь снова заходит о Донбассе. Андрей Турчак подробно объяснил значение спецоперации. Это дети, которые там живут. Это их родители, это бабушки, дедушки. Это наша общая история, которую в один момент какой-то дядя за океаном решил у нас забрать. Конечно, мы ее не отдадим. Также делегация посетила гимназию номер один в областном центре. Она стала участником партийного проекта «Новая школа». У нас в Южно-Сахалинске три школы участвуют в этом проекте. Получили общее финансирование с учетом федерального, муниципального и местного порядка 200 миллионов рублей. Педагоги на встрече рассказали, что сейчас идет упор на профориентацию, чтобы выпускники четко понимали, чем займутся после школьной скамьи. У нас, допустим, больше пошла профориентация. Мы из московской школы делаем проект по профориентации, где ребята сами создают, узнают о профессиях и создают видеоролики. Андрей Турчак по результатам поездки поблагодарил правительство островного региона и мэрию Южно-Сахалинска за внимание к нуждам и проблемам образования и оценил повышение качества услуг в этой сфере. Представитель партии власти рассказал, что в последний раз был на острове в 2006 году и обратил внимание на то, насколько изменился областной центр. Южно-Сахалинск стал гораздо чище, появилось много скверов и зон для отдыха. Евгений Коньков, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Около 20 нелегальных охранников водоемов задержали в Долинском районе. На реках Мануй и Ай прошел рейд сотрудников полиции и пограничного управления ФСБ. Вместе с тем продолжается противодействие и браконьерам. Практически каждый день силовики выявляют незаконную добычу лосося на островах. Как вообще выстроена работа в этом направлении и кто они, браконьеры, под прикрытием? Подробности теневого бизнеса в специальном репортаже моего коллеги Владимира Ильина. Горы выпотрошенной горбуши в лесном массиве или прямо на берегу рек, где рыбу и поймали. Подобные картины все чаще попадают в ленты островных пабликов и на страницы СМИ. Помимо деятельности браконьеров, резонанс вызывают и случаи нападения так называемых охранников рек на рыбаков-любителей. Одна из таких историй на побережье реки Ай закончилась госпитализацией гуляющего по водоему Сахалинца. Порядок вызвались навести сотрудники уголовного розыска, ОМВД и пограничного управления ФСБ. Начали с нелегальных сотрудников самопровозглашенных ЧОПов. Правоохранители разделились на несколько групп и по сигналу ворвались на территории станов на реке Мануй. Здесь по оперативной информации действуют нелегальные охранники. Причастны ли они к браконьерству или насилию по отношению к отдыхающим, законопослушным сахалинцам разберутся дознаватели. Что вы здесь делаете? Откуда вы родом? Охраняем. Кто работодатель ваш? Имя, фамилия? Не знаю. Агентство как называется охрана? Или группировка что-то? Я не знаю. Местные все или приезжие есть? Я приезжий. Откуда приехали? С Кузбасса. Еще одна бытовка с людьми в камуфляже расположена неподалеку. Один из ее жильцов пытается оказать сопротивление. Мужчина ведет себя неадекватно. Вы что здесь делаете? Кем работаете? Дебоши раскручивают. Еще один сотрудник неустановленного ЧОПа признается, приехал на Сахалин в поисках заработка. Большая часть из задержанных не местная. А вы сами откуда родом? С Адзикстана. Как давно здесь? На Сахалине? Месяц уже почти. Сколько вам платят заработную плату в месяц? Сказали 80. Вы официально работаете? Нет. ЧОП ваш как называется? Или группировка что у вас там? Название какое? Я честно не знаю. А сколько человек работает? Сколько? Человек 10, по-моему. Во время операции удалось установить и личность причастного к избиению сахалинца на реке Ай. Только что правоохранители обнаружили мобильный телефон у задержанного и узнали там информацию о подозреваемом. Известный мужчина в переписке указал, что сразу после избиения человека на реке уехал в бухту Тихую. Позже подозреваемый успел добраться до областного центра. Там его и задержали. Силовики проводят рейд сразу на двух реках. Проверяют все рыбодобывающие предприятия вблизи водоемов. Не избегают внимания и отдельные бригады рыбаков. У вас отдельное разрешение на РУС есть или нет? Есть, конечно. Оно здесь или где? Нет, у директора. А почему он не здесь? Ну, привезет он с собой, забрал бумаги. И журнал забрал? Ну, чтобы вы не утонули, потому что мы же утонули. Ну, чтобы вся бумага не затопила. Понятно. Просто я к чему говорю. По правилам рыбоводства у вас на месте проведения рыбоводства должно быть журнал. Правильно? Да, да, да. А у вас его фактически нет. Он есть, просто его увезли. Ну, я понял. Именно по месту нахождения, по правилам рыбоводства у вас должно быть документация, в том числе разрешение и журнал. В котором вы учитываете пропуски и выемку. Лиц без удостоверений, как и тех, кто пытается скрыться, задерживают и доставляют в отделение полиции. На реке Мануя были проведены рейдовые мероприятия, направленные на установление лиц, возможно, причастных к ряду преступлений на территории обслуживания. Значит, по результатам данных мероприятий в отдел доставлены не менее пяти граждан. Данные граждане осуществляли охранную деятельность, так называемую. Также будем проверять их на законность и обосновываясь там нахождение на этих гречках. Уже ночью количество пойманных, так называемых, охранников в Долинском районе увеличивается до 20 человек. С задержанными работают следователи. Одним Долинским районом работа не ограничивается. Правоохранители регулярно устраивают рейды и на браконьеров, и на псевдоохранников, которые часто и сами не прочь незаконно порыбачить. В случае варварской ловли лососевых фиксируют практически ежедневно по всему региону. По состоянию на 1 августа в ходе проведения комплексной оперативно-профилактической операции Путина пресечено 257 фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов. По результатам проведенных проверок органами следствия и дознания возбуждено 182 уголовных дела. В том числе 17 дел в отношении организованных групп и 15 по фактам скупки морепродуктов, заведомо добытых преступным путем. С начала Путины на островах правоохранители изъяли более 20 тонн незаконно выловленной горбуши. Помимо этого сотрудники МВД конфисковали почти 300 килограмм икры. Однако ставить точку в борьбе с браконьерами и нелегальными охранниками водоемов рано. Прямо сейчас востровные реки заходит на нерест кита. Владимир Льин, Павел Соловьев, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. В нашем эфире новая рубрика. Как я и обещал, в самом начале выпуска настало время обсудить, что интересного случилось за неделю в островной столице. На этот раз поговорим о встречах с отважными путешественниками-экстремалами, работе парка имени Гагарина, политике и благотворительности. Слово предоставляется моей коллеге Марии Кондиус. Далее городские новости. Итоги летнего сезона подвели в городском парке Южно-Схалинска. Много было сделано в рамках благоустройства. По поручению мэра Сергея Натсадина здесь отремонтировали перрон, заменили асфальт на аллее Исакуры. Появились новые аттракционы, а площадку рядом с ними отремонтировали. Облагородили северо-восточную часть парка, высадили многолетние цветы. Мы в этом году сделали реконструкцию нашего фонтана. То есть была там уже как бы трехлетний опыт эксплуатации фонтана. Он показал наши места, которые нужно дополнить уже с точки зрения именно работы на территории парка. Ну и плюс уже все время есть опыт. То есть в настоящее время по нашему приглашению приехал представитель Челябинска, который делает полностью проверку и очень доволен, как мы эксплуатируем данный фонтан. И плюс он пишет новую программу с новой музыкой, с новым шоу, которое будет открыто гню города. Всего за лето городской парк посетили порядка 350 тысяч человек. Тем временем в Южно-Сахалинске завершилась благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Всего собрали больше 150 килограммов школьных принадлежностей. Их уже передают нуждающимся и многодетным семьям. Кроме того, часть собранных вещей доставили в пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. В этом году, так же как и в предыдущие, мы установили урны для сбора школьных принадлежностей в крупных торговых центрах города Южно-Сахалинска, а также в администрации города и в городской думе Южно-Сахалинска. Удалось собрать достаточно большое количество канцелярских принадлежностей. Это тетради, ручки, карандаши, разного рода школьные наборы, рюкзаки, сумки и так далее. Областную столицу посетили необычные гости. Люди с большой силой воли и крепким духом – участники холодового заплыва «Арктический десант памяти и славы». Со спортсменами встретился мэр Сергей Нацадин. Одной из тем обсуждения во время встречи стала организация Южно-Сахалинский центр закаливания для развития зимнего плавания. Администрация города рассмотрит возможность оказания содействия в этом вопросе. Тем более, что на марафоне, посвященном 80-летию со дня героической обороны острова Диксон, в годы Великой Отечественной войны, а странную столицу представлял вице-президент Сахалинской федерации зимнего плавания Эдуард Орлов. «Когда предложили поучаствовать в Диксоне, это было для меня просто интересно. Во-первых, так северно далеко я не забирался в Россию. Поэтому было очень интересно посмотреть, что такое представляет собой север. Сам по себе идти в поселки, города и поплавать именно в такой воде экстремальной». Политическая жизнь города тоже не стоит на месте. В штабе общественной поддержки «Единой России» Сергей Нацадин встретился с руководителями городских первичных партийных организаций, которые работают непосредственно с населением на местах. Всего в Южно-Сахалинске создано 78 первичек, в которых состоят больше 1700 активистов. Участники собрались, чтобы обсудить с городоначальником и по совместительству секретарем городского отделения стратегию развития. Они определили приоритеты в работе на ближайшее время и наметили новый формат взаимодействия. «Мероприятия связаны с созданием комфортной среды в нашем городе. Инициативы по образованию очень большие, интересные. Инициативы партии по модернизации общественного транспорта в нашем городе. И так далее, и так далее, и так далее. Таких инициатив много. И на самом деле они не просто подхватываются администрацией, но проходят обсуждения с людьми, выстраиваются приоритеты, намечаются пути развития той или иной ситуации, того или иного проекта. И потом все это реализовывается. Поэтому мне очень понравилось то, что ребята откликнулись, что в принципе все готовы к активизации общественной работы». Работу первичек переформатируют, к совместной деятельности привлекут депутатов городской думы, чтобы секретари могли обращаться к парламентариям с проблемами, которые есть на территориях, и участвовать в их оперативном решении. Мария Кондиус, Данил Паршуков, телекомпания ОТВ. Это еще не все. На сегодня увидимся во второй части нашего выпуска. Зооцентр «Пушистый друг» спешит сообщить, что мы подключились к программе «Спасибо от Сбербанка». Теперь вы можете получать бонусы «Спасибо» с каждой покупки и оплачивать ими до 30% от стоимости товара. Зооцентр «Пушистый друг». На этой неделе обращений в Центр управления регионом было значительно меньше, чем на прошлой. Мы, как всегда, перерывем данными с минувшей пятницы по четверг. Не будем откладывать долгий ящик. Наша статистическая рубрика «О чем говорят острова» уже спешит в эфир. Пора узнать, чей голос оказался громче. Итак, всего в Центр поступило 276 обращений. И ВКонтакте снова вернул себе второе место по числу поступивших писем. Да, отрыв минимальный, но тенденция интересная. Одноклассники замыкают тройку социальных сетей, а возглавляет ее бессменный телеграмм. На его счету 166 сообщений. Не прекращается борьба и в списке главных тем. После серебра на прошлой неделе дороги снова возглавили пьедестал почета, а на второе место вернулось благоустройство. Общественный транспорт вкатился на третью строчку рейтинга, а четвертой и пятой позиции за социальной сферой и ЖКХ соответственно. Настало время поговорить о дорожном направлении. Больше всего обращений связано с ремонтом проезжей части. Остальные места скорее номинальные. Есть несколько жалоб на ямы и выбоины на трассах. Еще спрашивают о строительстве и реконструкции дорог, работе светофоров и рассказывают о проблемах с освещением. Переходим к благоустройству. Здесь в топе разделов приведение в порядок общественных пространств. Остальное тоже по остаточному принципу. Просят организовать уборку территорий, облагородить зеленые зоны, избавить людей от подтоплений и благоустроить дворы. Что же до других тем отбращений, то здесь жители Сахалинской области активно интересуются топливными вопросами, образованием, сбором отходов, здравоохранением и экологией. Поговорим о самых ответственных ведомствах и муниципалитетах. Первое место по числу отработанных обращений сохраняет за собой Южно-Сахалинск. На второе пробился Корсаков. Следом идет островной Минтранс. В пятерке также Хонск и региональное министерство здравоохранения. Что ж, нам остается продолжать следить за работой центра, где обещают поделиться данными о предстоящей неделе. И только от вас зависит, какие темы в этот раз попадут в топ. Обширные знания всегда и везде остаются в цене. Но сколько стоит учеба в стране с бесплатным образованием? Ответ на этот вопрос точно знают родители школьников, когда собирают своих чад к первому сентября. Знания, разумеется, бесплатно. Но вот форма, канцелярия и прочие принадлежности традиционно влетают в копеечку. Впрочем, как показывает опыт наших героев, это правило актуально далеко не всегда. Кристина Ким разбиралась, сколько стоит собрать в школу мальчиков и девочек. Ей слово. Имена связаны с названиями мест. Иван Подубный любит книги про животных, коллекционирует игрушечные модели машин и собирает конструктор. Простые детские увлечения уже постепенно перерастают. Возрослую мечту парень хочет стать инженером и проектировать настоящие автомобили. Однако прежде необходимо закончить школу, а после – университет. И долгий путь начался этой осенью. В День знаний Иван пошел в первый класс. Подготовка к этому этапу для семьи обошлась в копеечку. Потратили мы достаточно много, в районе 50 тысяч. Купили канцтовары, одежду, форму, обувь. Ну, вот где-то в районе 50 тысяч вышла. Все покупали в обычных магазинах с типичной накруткой. Тем более вещи старались выбирать качественной, и цена вышла заметной. Из одежды на эту сумму купили. Четыре рубашки с длинным рукавом, две с коротким, пиджак, две жилетки и две пары брюк, галстук, носки. Подбирая гардероб, мама разошлась. Сейчас Татьяна считает, что можно было обойтись и без некоторых вещей. Зато пуститься во все тяжкие сканцтоварами не получилось. К счастью, для бюджета подобных. У школы свои требования к учебным предметам, поэтому покупали все по четкому списку. За все про все вышло не более 5 тысяч рублей. И еще ранец – 3 тысячи. Кроме того, за лето Иван вырос на 10 сантиметров, да и перескочил сразу два размера обуви. Поэтому все старые туфли и кроссовки отправились на покой. А им на смену пришли новые. Одну пару для повседневного режима, вторую в качестве сменки. Ах да, и букет для первой учительницы. Добавили еще полторы тысячи рублей. А вот сборы нашей второй героини, Надежды Карауловой, обошлись в разы дешевле. Около 15 тысяч потратила семья на форму, колготки, констовары, туфли, резинки и праздничные банты. Как потратить меньше денег и сберечь нервы, им рассказали друзья. Изрядно семейный бюджет спасло умение мамы подбирать вещи загодя. У меня нет ощущения, что мы потратили какую-то большую сумму, потому что мы начали еще с мая месяца. То есть я, допустим, в мае купила один сарафан, в июне другой сарафан, в июле что-то еще. Я не ходила по магазинам. Я покупала все через интернет-площадки. Мне проще с двумя детьми никуда не ходить. Заказал, получил, примерил. Это не понравилось. Вернули обратно. У семьи Карауловых получилось собрать аналогичный набор, что и семьи подобных. Только с учетом девичьих предпочтений. Взяли платье, сарафан, брючный костюм, четыре рубашки, кардиган и две пары обуви. Я вот люблю очень сильно носить. Я еще с садика люблю носить штаны. Но я решила, ну, раз линейка будет, то решила надеть вот платье. В штанах, конечно, у меня такая майка, белая футболка и штаны. Такая маечка вот с рюшечками. Очень красиво, но я думаю, что мне лучше подойдет платье. А потом уже будешь свои любимые брюки носить. Да. Итак, подведем итог. Выгоднее покупать онлайн и заранее. Лучше составить список и выбирать все четко по нему, ведь за год начальной школы ребенок успеет вырасти и большинство вещей станут малым. Особенно это касается мальчиков. Кстати, недавно специалисты Сахалинского отделения Центробанка подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году. В июле текущего года средняя стоимость подобного набора для девочки составила 36 884 рубля, а для мальчика 36 694 рубля. При этом, если сравнивать цены с аналогичным периодом прошлого года, то стоимость набора для девочки выросла на 6,3%, а для мальчика на 8,9%. Кристина Аким, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Праздники позади, визиты высоких гостей тоже закончились, но вот чего у нас много, так это постов в социальных сетях. Откуда я это знаю? Разумеется, от нашего магистра интернета Владимира Ильина. Он как раз подготовил для вас новый обзор новостей из социальных сетей. Готовы? Давайте смотреть. Сахалинцы массово ринулись удить горбушу. В одном из разрешенных к ловле мест не протолкнуться. Очевидцы сняли небывалый ажиотаж среди рыбаков-любителей. Ролик набрал почти 5000 просмотров в одной из социальных сетей. А в Магадане рыбаки решили не толпиться на побережье и отправились за добычей в море. Погода их не смутила, а зря. Часть пассажиров смыла волной с лодки. Мужчинам удалось выбраться. Правда, пришлось помахать руками как следует. Тем временем на Сахалинской реке Пугачевка очевидцы засняли замор рыбы. Причины гибели неизвестны. Вероятно, лосось отметал икру и завершил свой жизненный цикл. Точный ответ должны дать эксперты. Автор следующего ролика снял материал не ради контента, судя по всему. Этим видео мужчина предупредил автолюбителей об опасности, подстерегающей на одной из сахалинских трасс. Ролик разлетелся по соцсетям и наверняка спас немало колес. А следующий автор повествует за кадром, что наткнулся на нетрезвых детей в Хомутово. Надо родителей наказывать за неисполнение обязанностей, возмутился в комментариях один из пользователей. Кстати, видео набрало почти 5000 просмотров в одном из островных телеграм-каналов. Возможно, кто-то из пользователей узнал в героях ролика своих чат. А в Северокурильске прошла школьная линейка на фоне активного вулкана. Спецэффекты не хуже, чем в блокбастере. Видео распространилось даже по федеральным пабликам. Не перестаю удивляться островной природе. На этом у меня все. Это был обзор новостей из социальных сетей. Меня зовут Владимир Ильин. До встречи. Мы постарались собрать для вас самые яркие события ушедшей недели. Однако, разумеется, их было гораздо больше. От недостатка информации вас избывает сайт нашего агентства «Сахалин Курилы», расположенный по адресу сах.онлайн. Рекомендуем заглянуть туда за полной картиной. С вами был Данил Паршуков. Всего доброго. Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. В Сахалинской области для людей, страдающих от домашнего насилия, предоставляется социальная помощь. В случаях угрозы жизни и здоровью, домашнего насилия и побоев специалисты Центра социального обслуживания рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно. Квалифицированные психологи и юристы окажут социальную и правовую поддержку. При необходимости помогут оформить документы в суд. Женщинам с детьми и будущим мамам, которым угрожает опасность, в том числе пострадавшим от бытового насилия, предоставят временное убежище в Доме милосердия благотворительного фонда «Радость жизни». Подробную информацию о помощи в трудной жизненной ситуации можно получить в Министерстве социальной защиты Сахалинской области. На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных самыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой, не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Ты инвестор и столкнулся с проблемой? Знай, ты не один. Министерство инвестиционной политики Сахалинской области поддержит тебя на любом этапе. В Сахалинской области внедрен региональный инвестиционный стандарт. Новые условия поддержки инвесторов позволят преодолеть все препятствия на пути к реализации проекта. Обратиться за помощью просто. Это можно сделать онлайн на сайте investinsachalin.ru Министерство инвестиционной политики всегда готово к диалогу. Вести собственный бизнес несложно. Не оставляйте детей без присмотра во время купания. Безопасность прежде всего. Единый номер вызова экстренных служб 112. Минагнитный демarias. Минагнитный демар. Единственное. Минагнитный демар. КОНЕЦ.